Дневный разворот Дневный разворот Мы с пресс-релиза узнали, что не обязательно даже бежать, можно пройтись пешком это расстояние. Цель заключается в том, чтобы вместе поучаствовать и в очередной раз продемонстрировать, что занятие спортом не чуждо отнюдь жителям нашего города. Совершенно верно. В первом часе будем о двух темах говорить. Первая история связана с клещами. Давненько у нас не было клещей, Владимир. Да, ну что сказать. Про коронавирус мы немножко в последнее время подзабыли. Хотя вроде нам там обещают какую-то очередную. Я уже сбился со счета волну. То ли седьмую, то ли шестую. Клещей и тех инфекционных заболеваний, переносчиками которых они являются, она остается из года в год. Так если усредненные данные брать, то примерно где-то ежегодно с начала апреля клещи начинают атаковать. И вот буквально в конце прошлой недели Управление Роспотребнадзора по нашему региону отчиталось, что количество пострадавших от этих кровососов в нашем регионе в этом году превышает среднее многолетнее значение, как специалисты говорят, чуть ли не в полтора раза. Ну да, почти на треть получается. В один и три раза, да. В общем, где сейчас можно столкнуться с этой опасностью? Какие болезни? Профилактика? Что делать, если вы обнаружили на себе кровопийцу? Куда бежать? В общем, еще раз эти все данные мы считаем небесполезным будет напомнить. Да, и во второй половине второго, первого часа мы будем говорить про объекты культурного наследия, их сохранность и то, каким образом собственники могут поучаствовать в сохранении этих самых объектов. Ну вообще не часто. И должны ли. Не часто, да, ведь у нас в информационном поле появляются такие новости, когда прям управление государственной охраны объектов культурного наследия обращается к собственникам конкретных исторических зданий в нашем городе и требует устранить выявленные нарушения. И мы вот с удивлением узнаем о том, что все эти атрибуты современной жизни, как кондиционер, отделка с сайдингом, телевизионные антенны, это все для исторических зданий крайне и крайне неприемлемо. Этого там не должно быть. В общем, тема достаточно острая и актуальная для нашего города. Сохранность этих исторических зданий, что с ними дальше делать, как их в надлежащем историческом облике поддерживать, вот об этом поговорим. С Михаилом Усом будем говорить, это после 11.20. Но сейчас на связи у нас Любовь Басарыгина, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, здравствуйте. Алло. Добрый день, Любовь Александровна, мы вас приветствуем. Алло. Почему-то гости о нас не слышат. Я звукорежиссера попрошу попробовать перенабрать нашу гостью, потому что похоже, что нет у нас связи. Чтобы комфортно пообщаться, да, безусловно. Да, спасибо. Нам нужно, да. Ну вот, что, собственно, мы узнали из этой новости от управления Роспотребнадзора. Количество пострадавших от клещей в нашем регионе с начала этого года, ну, с начала теплого сезона, составляет уже более 20 тысяч человек. И показатель, да, действительно превышен в 1,3 раза. И почти 3 тысячи это дети. Да, с средним многолетними показателями. Вторая попытка. Давайте еще раз. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. О, отлично, все. Мы друг друга слышим. Любовь Басарыгина с нами, напомню, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области. Любовь Александровна, мы последние цифры, не знаю, насколько свежие статистики озвучили. Более 20 тысяч кировчан, говорят, пострадали уже. Когда мы говорим кировчане, мы имеем в виду жителей всей Кировской области. Можно ли как-то там их разделить условно? И мы имеем в виду только тех, кто обратился официально. Ну, естественно, да, 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 у кого зафиксирован этот случай. Можем ли мы сказать, большая часть все-таки это область или это Киров? Такой анализ мы обычно проводим по концу сезона, когда уже смотрим полностью количество, скажем так, обратившихся, кто обратился у нас с укусами. На данный момент это сделать достаточно сложно. Понятно. Примерно у нас получается, наверное, около 40% это жители Кирова. При этом это не обозначает, что их укусили на территории Кирова. В основном, когда мы проводим анализы, смотрим, у нас люди обращаются, это те, кто выезжал, например, на дачные участки, в какую-то сельскую местность. На пикник. На пикник, да. То есть за пределы Кирова в основном. Ну, вот как раз это моя ситуация, раз уж поделюсь, да, в этом году обошлось без встречи с клещами. Но вот в прошлом году, выезжая в район области, я привез обратно в Киров на себе. Подарочек. Да, насекомое, естественно, быстренько снял, увез на анализ, все хорошо, все отрицательные эти параметры. Ну, вот повезло, да. Насколько вероятно вообще встреча с... Вы говорите, не значит, что это произошло в Кирове. В Кирове, в самом городе, если в черте города говорить, включая какие-то территории, ну, кладбище, парки какие-то, да, вот, близкая окраина Кирова. Насколько вероятно вообще столкновение с клещами, или их может опасаться только тот, кто выезжает прям реально в лес? Нет, у нас, скажем так, встретиться с клещом мы можем где угодно. У нас, в принципе, вся территория Кировской области является эндемичной по вирусному клещевому энцефалиту. И в любом случае, там, где имеется трава, там, где имеются какие-то низкие кустарники, да, какая-то вот там лесополоса, у нас на территории Кировского городского округа тоже такие, да, у нас с вами имеются. На территории, там, конечно, тоже имеется риск встречи с клещами. Но, учитывая то, что у нас на территории города Кирова достаточно активно проводятся, в том числе, корицидные обработки администрации нашего города. Да, также мы прекрасно с вами видим, что у нас территория, особенно центр, ну, скажем так, то, что поближе к центру, ну, и окраины, они, трава скашиваются, то есть проводятся активно окашивание газонов. Это, конечно, снимает, снижает риски, скажем так, строится с клещами в городе. Они ниже эти риски, чем если бы мы с вами выехали куда-то на природу или на дачный участок. Но при этом эти риски существуют, они никуда у нас с вами не исчезают. Даже несмотря на обработку, то есть невозможно быть уверенным на 100%, что ты идешь в городской парк и там не подхватишь на себя ничего. Конечно, у нас же, понимаете, клещи могут мышки принести на себе, какие-то мелкие грызуны, птицы. Точно так же на себе могут эти клещи... Домашние животные, да, после прогулки там. Где-то побегала кошка. Домашние животные могут тоже, если они подцепили, скажем так, клещи они могут принести домой. И там человек, который вот, кошку киску, например, или собачку погладил, когда клещу не присосался, может на себя перенести этого клеща. Потискал кошечку, поносил в руках. Давайте четко еще раз, Любовь Александровна, зафиксируем те основные места, где все-таки наиболее велик риск подхватить клеща. То есть, судя по той статистике, по тем случаям, которые уже зафиксированы в этом году, где наиболее часто еще раз люди встретились с этими насекомыми опасными? Ну вот, скажем так, первое бы место мы, наверное, отдали бы это дачные участки. Учитывая, что в Кировской области мы все-таки с вами активные садоводы, то человек, выезжая на дачные участки, которые находятся за пределами Кирова или в пригороде Кирова, очень велики риски. И у нас, наверное, это как раз первое место, когда лечебное учреждение собирает информацию, те, кто обратился с укусами для того, чтобы снять этого клеща, вот у нас вот эти места на первом месте. Также у нас дальше с вами идет эта сельская местность, это личные какие-то подсобные хозяйства. Либо родственники, да, которые проживают на селе. Дальше у нас, конечно, на третьем месте это кладбище, поскольку достаточно большая территория, там у нас есть и заброшенные какие-то участки, могилы, где они обрабатываются. Там лесополоса, поэтому их можно поставить на третье место. И далее это, конечно, при выезде на природу, то есть пикники. С разными целями, да? Конечно, да, то есть там выход в лес за ягодами, пикники, здесь тоже очень большие риски. То есть, в принципе, любой поход в лес, какую-то в лесную полосу, там, где у нас имеется кустарник низкий, трава, всегда есть риск подхватить клеща в период его активности. То есть практически везде, везде, и да, нужно держать в уме, что такая вероятность есть, где бы ты ни находился, потому что активно. Смотрите, у нас ведь клещевой энцефалит передается не только через куст клеща, у нас тут очень велик риск передачи по Кировской области через козье молоко, то есть элементарный по Кировской области. Мы уже не один год, скажем так, занимаем лидирующие позиции по Российской Федерации именно по элементарному передаче. То есть если человек употребляет сырое, у нас вот в основном козье молоко, то есть, либо его продукты, которые не прошли термическую обработку, риски заразиться клещевым энцефалитом также есть. В этом году у нас уже установлено пять таких случаев подтверждено, трое из них дети. То есть ни в коем случае у нас на территории области нельзя в период активности клещей пить сырое козье молоко, и есть продукты из козьего молока, которые не прошли термическую обработку. А по сравнению с прошлым годом или прошлыми годами эта цифра больше, вот эти пять жителей области, вот таким элементарным способом? В прошлом году у нас три случая было у Кировской области передачи через козье молоко. Но в среднем у нас, когда мы смотрели статистику, до трех процентов от всех пищевого энцефалита заболевших у нас приходится именно на элементарный путь передачи. Любовь Александровна, а как вообще люди пьют сырое козье молоко, я себе не представляю. Как вообще устанавливается, что сырое козье молоко стало источником, собственно, инфекции? Вы спрашиваете просто, врачи спрашивают об этом, да? Врачи у нас, у нас всегда проходится сбор эпитонамнеза, то есть врач, когда к нему поступает человек, для того, чтобы установить диагноз, он всегда опрашивает человека и смотрит, был укус клеща, не был укус у клеща. Спрашивают всегда, пили сырое козье молоко, не пили сырое козье молоко, это обязательно. И если, например, у человека, человек говорит, да, я пью козье молоко сырое, или там употреблял его, но при этом у него нет в анамнезе укуса клеща, или укус клеща был, но клещ был исследован отрицательный, то здесь, в принципе, один путь передачи элементарный. Потому что, ну, клещевый энцефалит через воздух не передаётся, здесь нужно напрямую проконтактировать, скажем так, либо с клещом, либо пить сырое молоко. Да, должна быть причина. Не, я просто пытаюсь понять, ну, хорошо ты, ну, я не знаю, вот как можно, где ты его возьмёшь, это сырое молоко, ну, то есть ты приезжаешь, у тебя на даче соседка держит козу. Ну, вот смотри, элементарный случай, у меня, например, родственники есть в Лебяжье, они держат коз. Летом мы регулярно туда заезжаем, в гости, и, в принципе, возможность попить этого козьего молочка, она есть. Вот оно стоит в холодильнике, всегда спрашивают родственники, Володь, будешь козье молоко? Я как-то не очень в последнее время вообще, в принципе, к молоку. Я говорю, нет. Вот он тебе элементарный способ. А люди не кипятят, потому что уверены в том, что всё безопасно, коза же своя, она же не шастала непонятно где, да? Ну, да, нигде в кустарник не забредало, в дебри, в какие-то. А на самом деле, может быть, всё очень плохо. Да, Любовь Александровна, давайте мы тогда просто цифры ещё озвучим. Насколько я понимаю, уже более 40 жителей Кировской области энцефалитом выявлено, да, заражённых, и 58 человек – это боррелиоз. Да, вот у нас на данный момент уже подтверждённая диагноз клещевым вирусным энцефалитом у 43 жителей Кировской области, причём 11 из них дети. И при этом хотелось бы обратить внимание, что ни один из заболевших не привит против клещевой энцефалита. Ни один. И, в принципе, эта статистика у нас всё-таки с года в год. А по клещевому боррелиозу у нас на данный момент заболело 58 человек, из них 7 родителей. Угу. Боррелиоз – это только клещи, да, получается? Ну, то есть, по кукусу именно. Да. Ну, тут насчёт прививок, не знаю. Ну, по моей оценке, довольно она интересная ситуация. У нас от клещей, вот, судя по моему опыту, от энцефалита прививаются в основном люди, у которых работа или хобби связаны с лесом. Ну, то есть, рыбаки, охотники, лесники, рыбаки. А большинство, на мой взгляд, жителей региона как-то к этому, ну, вот, в сторонке, что называется. А зачем? Зачем оно мне? Никуда там, да, не будут ходить далеко в лес, что-то вот. И прививки ведь эти, они не входят в обязательный, да, календарь, они делаются по желанию, только лишь по инициативе человека, который желает вакцинироваться. Так ведь? У нас пищевой энцефалит, он у нас относится, скажем так, входит в календарь по эпид-показаниям. При этом у нас есть категории граждан, которые должны быть привиты обязательно. Например, это те, кто, ну, скажем так, по роду сводительности задействован, ну, задействован, да, работа с лесом, это сельхоз какие-то, да, профессии, там, работа с землей, миллиарционные работы, благоустройство территории. Вот эти категории граждан подлежат обязательной вакцинации. Здесь вакцинация идет, конечно, за счет работодателя, то есть он ответственный за то, чтобы его сотрудники, которые должны быть привиты, были привиты от кищевой энцефалита. Также у нас, в принципе, бесплатно, бесплатно прививаются в поликлиниках это детское население. И родители могут в любом случае переговорить с педиатром, они скажут, какой лучше вакцина прививаться, в какой период. И детки у нас могут, должны быть привиты, по идее, на 95%. То есть, понимаете, клещевое энцефалит очень тяжелое заболевание, которое, если его, например, они вовремя обратились родители, да, в поликлинику, стертая форма, могут быть очень тяжелые последствия вплоть до инвалидизации детей и летальных исходов. Поэтому здесь, конечно, дети у нас, детей необходимо прививать, поскольку это, наверное, самый надежный на данный момент способ профилактики клещевого энцефалита. Ну, еще раз, пока родители инициативу не проявят, нарочно настаивайте. Ну, никто не будет. Никто специально не будет, да? Врач не будет обзванивать пациентов на участке, на своем роде. Срочно придите на прививку. Да, придите, привейтесь. Давайте мы про прививки чуть-чуть попозже поговорим, а сейчас про симптоматику все-таки. Вот Любовь Александровна говорит, что протекать может там в скрытой форме такой смазанной, да. Если человек, например, ну, то есть если ты поймал на себе клеща, понятно примерно, как действовать, да, то есть ты едешь в медицинское учреждение, а можешь ли ты снять его сам? Нет, конечно, это не, скажем так, не возбраняется, чем может его снять сам. Но все-таки я бы рекомендовала, конечно, обращаться в медицинское учреждение, тем более у нас клеща снимают, есть лечебные учреждения, где их снимают круглосуточные, абсолютно бесплатные. Все-таки специалист его снимет грамотно, правильно, чтобы, скажем так, не получилось на что... Никакие частички не остались там внутри. Да, да, что запчасти клеща не остаются у нас с вами в теле, запакуют нам, да, специальную пробирочку и нам выдадут, чтобы мы могли его отнести на исследование. Тут же нам ранку обработают, да, там, где было место укуса клеща, какие-то рекомендации, что нам необходимо делать. То есть, в любом случае, я рекомендую обращаться в лечебное учреждение, особенно если клещ укусил ребенка. Так, дальше, значит, вот дали тебе эту пробирку, и ты с этой пробиркой, соответственно, отправляешься... Ну, тебе, наверное, подскажут, куда можно отнести ее на анализ в том медицинском учреждении, в котором клеща снимут. Если у вас есть прививка от клеща, ну, у нас традиционная эта история, да, весной все полисы оформляют, ну, большинство, по крайней мере. Подожди, не прививка, а страховка. Ой, страховка, да, 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 страховка отличает, да, совершенно верно. Вот, ты это вот несешь в одно место, если у тебя нет, ты несешь в то же самое место, но только за деньги, насколько я помню. И там уже, соответственно... Там сразу спрашивают просто, да, 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 на сколько там заболевания его исследуют. Там, по-моему, исследуют либо на энцефалит, либо на барелиоз, либо на энцефалит плюс барелиоз, либо там еще на что. Мой опыт прошлогодний, там прям все показатели, все сразу, 4 показатели, да. Ну, момент по страховке следует на 4 обычные инфекции, в том числе у нас берется, помимо клещевого энцефалита и барелиоза, это религиоз и анаплазминоз. Религиоз и анаплазминоз, да, все верно. Да, полностью, и мы получаем, значит, на быстрые результаты анализа на руки, мы понимаем, с чем нам обращаться к врачу. То есть, если хотя бы на одну из этих инфекций мы получаем положительный результат, мы должны с вами обязательно обратиться к врачу. То есть, за нами установлены с вами наблюдения, врач даст нам рекомендации, значит, профилактику. Ни в коем случае этим этапом нельзя пренебрегать и думать о том, что у меня само все пройдет. К сожалению, если не обратиться вовремя к врачу и не провести профилактику, все может быть, скажем так, достаточно плачевно. Это вот если ты нашел на себе клеща, если ты знаешь, что тебя укусили. Если ты не знаешь, что тебя укусили, вообще есть какая-то явная такая симптоматика, которая может указать человеку на то, что может быть, это вот после укуса клеща происходит. То есть, там температура вдруг начала повышаться, ни с того ни с того. В общем, отклонения какие-то, да, самое чистое? Чаще всего, конечно, болезнь у нас возникает остро и сопровождается ознобом, это у нас сильные головные боли, и могут быть подъемы, резкие температуры до 38-39 градусов, в том числе с тушнотой и рвотой. Очень часто у нас больные жалуются и беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто у нас локализуются именно в области шеи и плеч. И голову так еще сложно повернуть бывает в этот момент, да, получается? Да, да. И все думают, ой, продуло. Ну, к сожалению, мы с вами живем на эндемичной территории, поэтому ой, продуло, нам думать с вами нельзя. И если в течение, скажем так, последних, например, двух-трех недель мы с вами выходили, например, в лес, на дачу выезжали, где-то могли с клещами проконтактировать, то здесь, конечно, в любом случае для перестраховки себя необходимо сразу обращаться в лечебное учреждение, ни в коем случае не заниматься самолечением. А это можно как-то по анализу крови, да, понять, что с тобой что-то не так вот в этой сфере именно после укуса? То есть ты приходишь просто к терапевту, объясняешь ему ситуацию, описываешь симптоматику, говоришь, что там 2-3 недели назад ты был на природе, вроде ничего не было, но можно ли я сдам кровь? Кровь это сдают обычно, да? Ну, это уже врач. Врач решает. Клинику, да, и он уже лишает, назначает какие-то анализы, например, направляет инфекционисту, это уже, конечно, компетенция лечебной сети, здесь у нас врачи достаточно грамотные на территории Кировской области, и они прекрасно знают, как необходимо действовать, и, конечно, они уже назначают необходимое исследование пациенту, но обратиться к врачу нужно обязательно, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и думать, что само пройдет. К сожалению, это не те инфекции, которые могут пройти сами. Да, и вот еще важный момент, просто акцентировать я хотела, не через день, не через два после того, как вы съездили на природу, да, то есть симптомы могут проявиться и в более отдаленное время. Конечно, конечно. У нас инкобационный период чаще всего по клещевому энцефалиту бывает до 3 недель, но он может колебаться от 1 до 60 дней, поэтому в период активности клещей мы должны, в случае, если у нас возникают вот такие симптомы, сразу обращаться к врачу. Любовь Александровна, скажите, пожалуйста, вы как специалисты, ваши коллеги, с чем связываете рост числа пострадавших от клещей в этом году по сравнению со среднемноголетними показателями? Ну, вот как сказано в официальном сообщении управления, в 1,3 раза. Что это? Погода в этом году, люди стали чаще выезжать. Ваша оценка, почему так произошло? Ну, у нас, во-первых, скажем так, активность клещей, она тоже имеет определенную, скажем так, волнами идет, и у нас как раз, а в этом году, в принципе, у нас Центр генной эпидемиологии проводят каждый год нам исследования, то есть несколько количеств клещей, да, на территории активности нам, они дают прогноз. И по прогнозу нашего Центра генной эпидемиологии, по прогнозу федеральной службы, мы в этом году ждали роста клещей. Во-первых, давайте вспомним, у нас с вами были вот в конце апреля очень благоприятные условия. Тепло было, да? Да, тепло, да. В простом языке. Соответственно, мы получили с вами марсовый выход в это время клещей, и майские праздники у нас лечебные учреждения получили большое количество обратившихся именно с укусами. Сейчас, в принципе, у нас тоже с вами достаточно благоприятные условия для развития клещей, то есть достаточно такая мягкая погода, не очень жаркая, не очень дождливая, то есть то, что они любят. Поэтому на данный момент у нас с вами активность клещей пока вот не снижается. А сейчас еще после дождя, сейчас активность грибников еще повысится, я думаю, в ближайшем году. Хотел как раз продолжить этим вопросом, а какой прогноз сейчас дают специалисты на оставшуюся половину лета. Вот мы сейчас видим, и прогнозы долгосрочные у нас говорят о том, что не будет больше, ну так уж очень жарко, с периодическими осадками. В общем, это все благоприятная, да, среда для того, чтобы кровососы чувствовали себя хорошо. Ну, конечно, благоприятно, но обычно у нас наибольшая активность клещей бывает май, июнь, ну первая половина июля, дальше потихонечку она у нас, скажем так, начинает снижаться. В общем, в оставшиеся полтора месяца лет, и все равно нужно быть очень внимательным и профилактикой, что называется, заниматься. Ну, мы тут логично переходим еще раз к советам и рекомендациям, как, собственно, избежать этой встречи неприятной с клещами, и что делать, если вы обнаружили. Как говорится, повторение матючения, еще раз давайте напомним жителям города. Как себя можно защитить? Ну, сейчас прививки, я так понимаю, против клещевого энцефалита делать уже поздно. Но есть ли экстренные, да, если не ошибаюсь? Я вот не знаю, это надо вот сейчас у любви в электронах узнать. Конечно, специалисты, в том числе и наши коллеги из лечебной сети, мы всем рекомендуем, что, конечно, самое благоприятное делать прививки до начала сезона. То есть, либо мы начинаем с осени делать прививки по одному циклу, либо мы с вами начинаем делать прививки ранней весной, чтобы к сезону подготовиться. Поэтому, кто, конечно, не сделает прививку весной, уже осенью может обращаться в лечебное учреждение и делать прививку. Тем, кто, конечно, не привит, мы с вами должны помнить, да и, в принципе, кто привит, тоже должны эти правила соблюдать. Во-первых, если мы с вами выходим на природу куда-либо, нам необходимо, чтобы была светлая закрытая одежда, потому что на светлой одежде все-таки у нас веща легче увидеть. Вот если мы с вами одели брюки, то есть у нас должны быть с вами ноги, руки закрыты. Если мы одели с вами брюки, то, конечно, лучше, например, чтобы они были либо с резинкой, либо заправить их носки. То же самое у нас с рукавами, либо это у нас с вами какие-то манжеты, резинки, чтобы не были широкие, чтобы затруднить передвижение, как к попаданию клеща на кожу. Дальше нам, конечно, должна быть обязательно закрыта голова и мы должны помнить о самовзаимосмотрах. Это необходимо делать примерно каждые полтора-два часа для того, чтобы если клещ попал на нас... Успеть его снять до того, как он присосется. Конечно, вовремя его снять, да. При этом давайте будем с вами помнить о том, что у нас клещи движутся снизу вверх, поэтому осматривать нужно себя точно так же. У детей, особенно у маленьких, очень часто наши коллеги из лечебной сети фиксируют, что укусы клещей очень часто бывают именно волосистую часть головы, потому что низкие, и клещи быстрее, скажем так, до них добираются. Поэтому у детей очень тщательно осматриваем волосистую часть головы, есть или нет присасывания. Также, конечно, в обязательном порядке нам с вами необходимо использовать средства, так называемые репелленты. Но здесь тоже нам нужно помнить, что они бывают в нескольких видах. Это есть просто репелленты, которые отпугивают насекомых, в том числе клещей, но не убивают их. А также есть акарицидные средства, которые убивают клещи, но акарицидные средства чаще всего используются как профессиональные группы. То есть это не для бытового использования, потому что там, по-моему, руками нельзя трогать потом ничего, ни одежду, ни... Ну вот есть у нас же с вами еще репелленты, акарицидные средства, которые не только отпугивают, но и убивают клещей при попадании их на одежду. Но их нельзя наносить на тело. На кожу именно, да? Да, их можно наносить только на одежду, конечно. А если мы с вами приобретаем в магазине какое-либо такое средство, мы должны с вами тщательно прочитать инструкцию, как оно наносится, где его наносится, и можно ли наносить, как бы использовать для детей. То есть это является обязательным требованием. Если изготовитель написал, что нельзя на тело, а только на одежду, соответственно, на кисти рук, например, на шею, на стопы, ни в коем случае тоже брызгать нельзя. Любовь Александровна, еще такой вопрос, очень жизненный, часто с этим сталкиваюсь лично. Как утилизировать, так скажем правильно, это насекомое, потому что оно считается живучим. В смысле, утилизировано? Ну вот, возникает такая потребность, надо... Ты его из себя снял и не хочешь, чтобы он еще кого-то укусил? Ну да, он же может продолжать дальше, там где-то ползать. Убить его или не убить, или отпустить его в живую природу. Многие, я знаю, прибегают, там, сжигают, да, якобы это самый верный способ расправиться с клещом. В лесу, в плюс 30 градусов. Ну вот что специалисты рекомендуют. Вы понимаете, по идее, вот любого клеща, которого вы из себя сняли, его лучше отдать на исследование. Потому что даже, скажем так, контакт, недлительный контакт с кожей может привести к инфицированию. Ну, во-первых, если человек, скажем так, решил, что он уничтожит клеща в дикой природе, мы должны с вами помнить, чтобы ни в коем случае нельзя раздавливать, особенно голыми руками. Ни в коем случае, потому что при раздавливании, если у вас на коже имеются какие-то микротрещинки, микроранки, очень высокие риски, что вирус через эти микротрещинки, микроранки попадет у вас... В кровь. Да, в кровь. То есть вы можете инфицироваться. Этот способ передачи у нас, аквищенцефалит, тоже имеет место быть. И, ну, наверное, да, если любое живое существо сжечь, то тут уже у него вариантов нет. Да, просто... Мы должны с вами помнить, что все-таки стоит и разводить огонь, нам с вами в лесу. Вот-вот. Тут уже, наверное, у нас противопожарные меры безопасности. Но лучше всего, если вы снимаете с себя клеща, обязательно сдать его на исследование. Для минимизации риска заражения. Я просто еще, да, уточню, я просто еще имею в виду случай. Зачастую это в сельской местности встречается, когда у своего питомца или у собаки или у кошки хозяин находит клеща, который уже раздулся. Насосался. Да, просто берет его, достает, собственно, с тела снимает животного. И вот что с ним дальше-то делать? Я думаю, что если это дома, то ты его просто в раковину закидываешь и включаешь водопроводную воду. Ну да, это будет канализация, там тоже никаких шансов нет. Утонет он, да? Ну, наверное, утонет. Я думаю, что они умеют плавать. Это надо спросить у самих у них, да. Хорошо, спасибо за эту подробную информацию. Да, еще раз напоминаем, что все-таки нужно быть внимательными при возвращении с природы и осматривать себя, это минимум. Любовь Басарыгина, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области, была с нами на связи. С Любовью Александровной мы прощаемся и убегаем на рекламу. Возвращаемся в эфир. В студию у нас уже появился Михаил Ус, начальник управления государственной охраной объектов культурного наследия. Михаил Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Да, и говорить мы сегодня будем о ситуации, которая мне показалась немножко странной. Собственников дома Кордакова, так называемого дома людоедов, есть еще такое у него название. Мне тоже не очень нравится. Вот я бы тоже воздерживался. Да, ладно. Дома Кордакова на улице Московской, 21, обязали вернуть объекту культурного наследия исторический облик. Если кто не знает, это, я так понимаю, дом на... Это угол, угол Московской и свободы. И свободы. Его мы все это здание видим, и все мы привыкли к тому, что оно выглядит так, как выглядит. То есть в сайдинге первый этаж, что-то там на втором этаже деревянненькое, крыша какая-то, где-то пластиковые окна, где-то вывески какие-то. И так на протяжении многих лет. И абсолютно коммерческие заведения сейчас там располагаются. Ну, конечно. То есть куда люди заходят и приобретают что-то. Да, и вдруг внезапно. А ну-ка верните-ка исторический облик. Это у нас программа какая-то началась теперь новая, в приближении юбилея города. Или это такая штатная работа? Нет, это не вдруг, не внезапно. Поближе еще к микрофону. Да, давайте так вот. Это не вдруг, не внезапно. У нас работа ведется. Мы, в принципе, отслеживаем, в том числе и социальные сети, где неравнодушные жители нашего города говорят о состоянии объектов культурного наследия. Но да, это в том числе связано с 650-летием. Надо говорить вот о чем. Это здание поставлено на охрану, включено в перечень выявленных в 2010 году. А с того времени оно зависло в этом промежуточном статусе. То есть историко-культурная экспертиза еще не проведена в отношении него. То есть нет заключения экспертов, какому статусу и вообще объекту ли это культурного наследия. Соответственно, нам в этом году впервые за все существование управления, благодаря неравнодушной позиции руководства области, выделены деньги на проведение историко-культурной экспертизы. Я надеюсь, что мы сможем в этом году провести как можно больше таких экспертиз в отношении таких зависших, так скажем, объектов. Их у нас в области порядка 320. То есть это весь регион мы имеем в виду, да? Конечно. Не только областной центр. Конечно. Но, безусловно, мы на первом этапе сосредоточимся на тех проблемных домах, которые существуют в городе. А почему именно внимание было приковано к этому дому? Почему именно он в информационном пространстве вот так появился? Нас ждет череда других тоже сообщений. И вообще, он один или их несколько? Эта череда продолжается с марта месяца. То есть первое, как вы знаете, этот год у нас объявлен мораторий на проведение контроля надзорной деятельности. Единственным вариантом воздействовать на собственников объектов культурного наследия, которые не совсем добросовестно исполняют свои обязанности по содержанию, это вынесение предостережения. Именно первый объект, в отношении которого было вынесено предостережение, это церковь в Ашетте была. В основном остальные все объекты находятся на территории города Кирова. Много из них многоквартирные жилые дома. Часть из них расселенная, часть из них признана аварийными. А там частные собственники или чаще собственники муниципалитетов? Там два физических лица и муниципальные. Это вот если мы про этот дом говорим, да? А вообще, вот в целом про объекты вы говорите, да? Нам собственность неважна. У нас в принципе есть предостережения и в отношении федеральной собственности. Например, здание Вятского попечительства обедных. Это Карла Маркса 20, не помню, честно говоря. Это протезный и протезный завод. Да, да, это федеральная собственность. Например, дом номер один, это областная собственность. Много муниципальной собственности, но зачастую по муниципальной собственности мы выдаем предостережения управляющим компаниям, то есть те, которые... Которые непосредственно должны следить за обликом. Но предостережение это такая мягкая формулировка в каком-то общечеловеческом смысле. Это, к сожалению, одна из немногих возможностей, еще раз говорю, воздействовать как-то на совесть собственника. И как? Как работает? Реакция есть, реакция есть и на областные. У нас очень хорошее взаимодействие с Министерством имущественных отношений Кировской области. У нас очень наладились взаимоотношения с департаментом муниципальной собственности города. То есть, в принципе, люди реагируют. Они понимают, что скоро юбилей города. И, в принципе, то, что происходило на протяжении многих лет в нашей сфере, это, конечно, не совсем правильно. Так, подождите, давайте вернемся все-таки. Вот вы сейчас говорите, они реагируют. Мы имеем в виду это, если собственниками объекта является вот эта организация там, да, либо ведомство. А если это частные лица? Ну, вот я сейчас с трудом себе представляю здание. Два физлица вы сказали, да? Два физических лица. Я с трудом себе представляю, сколько денег надо людям найти, чтобы внезапно сейчас что-то начать там делать. Как я говорил, уже это здание на сегодняшний момент числится многоквартирным жилым домом. Так. Благодаря руководству, действиям Министерства строительства, многоквартирные жилые дома, которые не находятся в неудовлетворительном состоянии, вернулись в эту программу капремонта. Так. Соответственно, сейчас ведется работа, в том числе и это здание. Соответственно, планы какие у нас? Во-первых, провести историко-культурную экспертизу и определить статус объекта, да, то есть ОКН это у нас и не ОКН какого статуса, то есть муниципальный, региональный, скорее всего, муниципальный, я думаю. Вот. И на следующем этапе провести работы за счет средств фонда капремонта. Угу. То есть фонд капремонта это еще одно ведомство, которое должно подключиться к решению этой задачи. Да. Почему тогда так грозно в новостях звучит, что собственников объекта обязали снять сайдинг, восстановить деревянные наличники и вообще привести здание в порядок? Смотрите, если это жилая площадь, это одно. Если это помещение используется для коммерческой цели, соответственно, вешать все на органы власти и, соответственно, фонд капремонта, на наш взгляд, неправильно. И, соответственно, вести в состояние собственник, если он сдает или использует... Получает от этого выгоду какую-то. Да, соответственно, поэтому и было принято решение о вынесении предостережения. А собственники, они уже вышли на связь? Ну вот если бы я получила такую бумагу, я бы, наверное, напряглась сразу же и побежала бы куда-то выяснять, что же все-таки надо от меня. Пока нет. Пока нет. Ну, по крайней мере, проконсультироваться, да, с каким-то юристом. Ну, конечно, чтобы понять. Нет, просто даже прийти и спросить, чего вы от меня хотите, и вообще, правда, лишь, что это все должен сделать я. Ну, это пример, Анна, добросовестного отношения к делам. Тут могут быть разные варианты, конечно. Какой промежуток времени сейчас займет проведение этой экспертизы? Что конкретно вы будете выяснять? Какие методы, механизмы используете? Смотрите, государственная историко-культурная экспертиза проводится экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации. Вот, соответственно, в последние поправки бюджета нашей области как раз эти денежные средства нам предоставлены. Мы сейчас... На то, чтобы оплатить работу, да? Да, да. То есть мы сейчас определяемся с стоимостью этой экспертизы, соответственно, посмотрим, какое количество объектов мы сможем проэкспертировать. Потому что, к сожалению, в 2010 году, когда выявлялись большинство из этих объектов, то есть их порядка 300, я уже говорил, очень мало информации по каждому объекту. То есть здесь придется эксперту не только оценивать, да или нет, а проводить архивную работу, определять предмет охраны границ территории. Все это стоит достаточно существенных средств. Ну, видимо, там есть конкретные параметры, по которым объект должен быть оценен. Ну, списочек. И, соответственно, потом будет самый акт историко-культурной экспертизы, который скажет, предположим, это здание является объектом культурного наследия, муниципального значения. И, соответственно, мы запускаем процедуру, сначала вывешиваем, то есть для общественного обсуждения экспертизу, и впоследствии запускаем процедуру включения или исключения, если будет отрицательная. Потому что, если вы посмотрите, у нас в группе завязалась достаточно большая дискуссия, и часть людей не понимает, почему это памятник. А почему это памятник? Понятно, так. Ну, все-таки есть какие-то сроки конкретные, когда нужно это сделать? До конца года мы должны это сделать, а дальше в какие-то конкретные сроки должны начаться какие-то работы, я так понимаю. Если мы к 2024 году хотим успеть. У нас же программа капремонта формируется в конце текущего года, да, на следующий год. Видимо, чтобы успеть это включить вот в эти как раз планы надо. Предоставить результаты работы. Сейчас эта работа ведется говорить о том, о конкретных сроках пока преждевременно, на мой взгляд. Именно по проведению. Но, что касается собственников, которые используют объект для получения выгоды, соответственно, следующим шагом, если никаких мер не будет принято, то есть мы в судебном порядке будем понуждать. Какой срок вы им даете? Есть такие механизмы. Посмотрим вот до конца этого года. До конца года. До конца года. Какие еще объекты, такие заметные, да, примерно та же самая сейчас история. В областном центре, да, в первую очередь мы имеем в виду, да, которые на виду и на слуху жителей города. Зачитаю. Так. Дом Бехтерево. Нет, он не длинный. Пока что нет, но будет недельно удлиняться. Дом Бехтерево, Казанская, 65, тоже многоквартирный жилой дом. Он тоже, к сожалению, находится в состоянии не очень. Очень там активные жильцы, в принципе, содействуют нам, чтобы работать. Выполнить эти требования. Да, да, выполнить эти требования. Потом дом Машковцева, это у нас Спаская 12, Центр творчества на Спаске. Опять же, областная собственность. Это федеральные памятники. Если региональные, то здание торговых лавок, это Спаская 15А. Это все в районе пересечения с Ленина. Да, да, да. Потом дом Бальхозиной, опять же, Спасская 6, Казанская, 79. Тоже многоквартирный, но, к сожалению, он не вошел в программу капремонта, потому что до возвращения он был признан аварийным. Аварийным и, соответственно, подлежащим расселением. Не мог уже быть туда включен. Дом Ездакова, это Преображенская 39, по нему тоже было очень много резонанса. Там у нас... Это где пожар был недавно? Да. Рядом с инженериумом, получается. Там у нас есть ошибка в перечне выявленных. Опять же, в 2010 году, когда ставили его общим списком, там его обозвали флигелем. Самый флигелем не является. И, опять же, в рамках проведения историко-культурной экспертизы мы будем уточнять наименование этого объекта. Так. Потом Дом служителей Кафедрального собора, это Динамовский проезд, 14, опять же, многоквартирный жилой дом. Дом Городского училища Московская, 33, областная собственность. Здание, я уже говорил, Городского попечительства о бедных, это федеральная собственность и родовспомогательное отделение. Это бывший роддом номер два. Один номер один. Свобода Преображенская, да. У нас времени уже, я смотрю, не остается практически, да. Когда ждать еще раз, Михаил Валерьевич, новостей о результатах работы до конца года более? То есть осень, видимо, у нас только впереди, там осенью у нас появится. Мы работу продолжаем, в том числе и по выявлению. Например, у нас буквально недавно обратились морейцы с просьбой выявить объект культурного наследия. Там роща, где у них Чимбулат. А, советский район? Да, советский район. Соответственно, вот буквально сегодня мы общались с министерством культуры республики Морел и как бы запускаем эту работу. Что у нас будут раскопки Кремля. Буквально сейчас лист заказан уже. Соответственно, археологи готовятся к проведению этих работ. Часть общественности, которая у нас неравнодушно тоже изъявила желание участвовать в этих раскопках. Мы их всех уведомим. Соответственно, они поучаствуют. У нас очень много таких моментов. Это достаточно интересно. Ну, ждем новостей. Будем подробнее об этом говорить. Безусловно, потому что интересная работа и важная тема сохранения исторической памяти. Тем более перед юбилеем. Тем более перед юбилеем. Да, значение. Она действительно стоит у нас из года в год как-то очень и очень весома. Спасибо большое. Михаил Ус, начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия, был в нашей студии. Мы прощаемся. Первый час разворота заканчиваем. Вернемся через 20 минут. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok